Субтитры подогнал «Симон» 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 Архиепископ Лука был епископом Русской Православной Церкви с 1946 года Также он являлся Выдающимся ученым и врачом-хирургом Доктором медицинских наук Профессором Автором трудов по анестезиологии Доктором богословия Лауреатом Сталинской премии Он же стал и жертвой репрессий Провел в ссылке больше 10 лет В 1995 году Причислен к лику Святых Украинской А в августе 2000 года И Русской Православной Церковью К Луке Крымскому верующий Чаще всего обращаются с тяжелыми И трудноизлечимыми болезнями И по его молитвам Получают помощь Божию и исцеление По его учебникам До сих пор преподают В медучилищах, в мединститутах Это очерки гнойных хирургий Который используется до сих пор С его собственными зарисовками С его комментариями И человек, который сделал неоценимый вклад Как архиерей, как епископ, как священнослужитель Вклад в дело церкви Но и, как уже говорилось, хирург, врач Который приносил пользу Как он для себя сам когда-то выбрал Приносить пользу людям Уже сегодня верующие кровостолейцы Получили возможность попросить у святителя помощи Рассказать о наболевшем И даже получить исцеление Из монастыря матушка попала в больницу Как можно сказать И она очень сильно заболела И буквально не исцеляется И вдруг я ей говорю Знаешь что, матушка, давай с тобой Я пошла в храм, а больница-то рядом И мы там встретились случайно буквально Я говорю, знаете что, давайте почитаем Акафист Луке Это же сила огромная Она, давай И вы, значит, начали читать мы Акафист Она читает, я читаю Вот Мы прочли Акафист Поклонились Там же тоже частичка мощей есть И все Буквально на следующий день Ее выписывает И говорит, тебе здесь делать нечего А очень сильно болела И неизлечимо буквально Вот такая сила оказывается Очень благодарна владыке нашему Что опять в наш храм Прибыли мощи святого нашего Луки За время этих, ну, 7 лет Очень много мощей к нам прибывает Чувствуется, что великая благодать в нашем храме Ходят люди, детишечки Ведут особо детей Мы сами чувствуем Люди чувствуют Народ Поэтому я хочу поблагодарить И владыку нашего И все священниство И всех христиан православных Что они находят время Часы какие-то Идут сюда Ложиться к мощам Мощи, доступные для поклонения С 8 утра до 8 вечера В Казанском кафедральном соборе Они будут находиться до 7 мая В этот день После божественной литургии Святыня отправится обратно в Севастополь 28 апреля на фермерском хозяйстве Епархии был заложен новый виноградник Как и всякое благое дело Посадка саженцев началась с молитвы Молебен совершил Митрополит Ставропольский И не ламыський кирилл Умейте даяние Благодаря чеченам вашим Кальмепачи, Отец ваш небесный Нас благо Просящему негу Слава тебе, Господи Слава тебе Уже через 3 года Здесь, в Грачевском районе Ставропольского края Планируется собрать первый урожай С виноградной лозы Срок, казалось бы, длительный Но терпеливый хозяин всегда знает Труд и усердие окупаются ценным урожаем Сегодня уникальный совершенно день Потому что, сами понимаете Посадить яблоньку Это замечательно Но виноградник, который Во-первых, сажен уже несколько лет Плюс 3 года они будут Бог даст земле, чтобы дать первый урожай И потом, если пшеничка сажается Один сезон посадили и собрали урожай Это одна ситуация Химии побольше бросили Чего-то еще Ну, какое-то приложение, конечно Безусловно, работу Но здесь, этим, эта посадка Ну, может быть, на 100 лет Виноградник живет 100 и больше лет 6 гектаров земли, отведенных под виноградник Соседствует с фермерским подворьем епархии Благодаря инициативе и стараниям правящего архиерея Она уже несколько лет обеспечивает продуктами Не только Ставропольскую духовную семинарию Но и потребителей, которые дают предпочтение Качеству и натуральности Я хочу сказать, что, приехав на Ставрополье Увидев эту золотую землю Это чудное солнце Юга России Я стал заниматься подсобным хозяйством Думать, вернее, где можно его разместить И как-то заняться и животноводством И, может быть, растениеводством И так далее И вот Мне предложили выкупить два хозяйства Две кошары Которые находятся здесь солнечно Находились солнечно в свое время Это были частные лица И я постепенно в рассрочку оба хозяйства выкупил Вот одно из них Рядышком, которое здесь находится А второе Вот те красивые уже здания Конечно, уже видоизмененные Построенные во многом нами уже Это было первое, которое мы купили хозяйство И, собственно говоря, 100 гектар земли Выкупили вместе с этими кошарами Это в основном пастбище и сенокосы У нас сегодня уже в нашем подсобном хозяйстве Более 100 голов крупного рогатого скота Около 40 дойных коров У нас более 300 баранов Теперь во владении хозяйства будет виноградник По словам митрополита Кирилла На это решение во многом повлияла Программа государственной поддержки По ее условию Порядка 80% вложенных виноградных денег Возвращается владельцу в течение первых трех лет Как отметил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников Очень важно, чтобы об этом ресурсе знали И использовали его Мы сегодня 4 гектара заложили То есть мы окажем Позиридентную поддержку Затраты практически все будут компенсированы У нас есть проекты по молоку У нас не только здесь, в других районах Как бы есть направления Которые мы будем поддерживать Сопровождать будем И здесь нужна активность И со стороны епархии И со стороны священников Потому что это, на мой взгляд, очень важно Сегодня церковь, помимо того, что, в первую очередь, молится Помогают духовные люди Мы пытаемся, в том числе, заниматься И такими замечательными, святым делами Для чего, как сельское хозяйство Животноводство Сейчас мы посадили первые Кырешки винограда Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня я хотел бы познакомить вас с книжными новинками Вашему вниманию предлагается книга автора монахини Ксении Под названием «Господь любит нас огненной любовью» Эта книга посвящена митрополиту Антонию Сурожскому Имя владыки Антония известно не только в России, но и в Европе Америки, Австралии Он пользуется большим авторитетом Потому что его книгами являются душеполезным путеводителем в жизни христианина И человека, который только стал на путь к Богу Автор книги, монахиня Ксения, знала митрополита Антония Общалась с ним И поэтому очень живо передает все его встречи, беседы Описывает его советы и духовные дары В книгу вошли не только личные сведения автора Но и сведения других лиц, которые были знакомы с владыкой Антонием Эта книга будет интересна и полезна всем, кто относится с глубоким почитанием К преснопамятному митрополиту Антонию И для людей, которые только ищут Бога Следующая книга предлагается для вашего внимания Автор Наталья Сухинина Под названием «Беледу конечной» Данный сборник посвящен одной теме – материнской любви Все героини повести носят имя Мария Которые безмятежно несут свою материнскую любовь Материнское служение абсолютно незаметно И не приемлют к себе термина «подвиг» Потому что для них является великим образцом материнской любви и материнского служения Пресвятая Дева Мария Богородица На сегодня все, дорогие братья и сестры Ангела всем хранителям Ангела всем хранителям